МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Екатерина Котова. Здравствуйте! И далее некоторые темы выпуска. Отопительный сезон затягивается. На этой неделе коммунальщики не прекратят подачу тепла. Культурно-спортивные долгострои, когда в полном объеме заработает Ямал, и что ждет сок в 9-м микрорайоне. На страже экологической безопасности в «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегазе» проверяют состояние водоемов. Отопительный сезон в Ноябрьске завершат в будущий понедельник. Об этом стало известно на заседании совета директоров в администрации города. Первый замглавы администрации Андрей Касьяненко отметил, что первым делом подачу тепла прекратят на производственных объектах. Затем в квартиры горожан и, наконец, в образовательные и медицинские учреждения. Кроме того, по словам технического директора «Энергогазноябрьска» Валерия Ольхова, основные гидравлические испытания пройдут как раз по окончании отопительного сезона. Причем работы в основном будут проводить локально, поскольку в текущем году запланирован большой ремонт на магистральных сетях. О готовящихся отключения горячей воды представители ресурсоснабжающей организации обещают информировать заранее. Список объектов соцкультбыта, которые в этом году будут отремонтированы, довольно внушительный. Это и старый газовик, и нефтяник, и детская школа искусств. Больших спортивных объектов в этом списке два – КСК «Ямал» и самый известный спортивный долгострой «СОГ» в 9-м микрорайоне. Правда, здесь речь идет о строительстве. Ирина Потехина продолжит. Первую сваев спортивное будущее 9-го микрорайона забили еще в 2005 году. Теперь все старые опоры придется демонтировать. Восемь лет простою под открытым небом железобетон не выдержал. К тому же фундамент на спортивном объекте был заложен с нарушением технологий. Последняя экспертиза, результаты которой стали известны совсем недавно, окончательно признала старые конструкции непригодными. Бетонные, они уже выложены, во-первых, они уже разрушились практически. То есть их все равно надо будет убирать и надо будет переделывать. А основные нарушения были по металлу. Расстояние между колоннами. Оно больше, чем нужно? Угу. Суды с горе-подрядчиками, которые впустую потратили десятки миллионов бюджетных рублей, тянутся несколько лет и конца им пока не видно. Между тем в июле этого года объект выставят на торги. И если все пойдет по плану, скоро здесь должна закипеть работа. 48 миллионов рублей – это финансовое вливание в сок на 2013 год – должны вытянуть спорткомплекс из разряда долгостроев. Это мы сделаем, закажем фермы, восстановим фундаменты, то есть основной каркас зданий, чтобы к зиме хотя бы попытаться закрыть портурку, выйти на внутреннюю работу. Александр Николаевич, получается, что фактически сейчас в соке будут сделаны те работы, которые были сделаны уже, но сделаны с нарушениями? Да. Если за работу возьмется серьезный подрядчик и финансовая составляющая будет в норме, то, по приблизительным расчетам специалистов, недели хватит на расчистку с территории от старых железобетонных конструкций. И года достаточно для того, чтобы здание ввести в эксплуатацию. «Зенит» – самый большой на сегодня спорткомплекс в городе – возвели за полтора года. Так что и здесь все может получиться, если коробку сока, которая значительно меньше «Зенита», собрать до морозов. Вот тут вот она уже гудит, вот здесь она стоит нормально. Нету соединения с бетонной плитой. Ну вот здесь она останется, а здесь она со временем поднимется или просядет. А вот в отношении КСК «Ямал» столь быстрых временных прогнозов никто не делает просто потому, что едва будут закончены работы в культурной части, как надо будет браться за спортивную. А в целом ситуации на спортобъектах схожи. Оба в долгом простое. Так же, как и СОК в 9-м микрорайоне, на ремонт «Ямала» в этом году наконец выделены деньги. Также в июле объект будет выставлен на торги. И также прежний подрядчик натворил здесь таких дел, что сначала придется все разбирать. От ковра новой стяжки, говорит замдиректор «Ямала», в лучшем случае оставить можно процентов 20. От штукатурно-малярных работ вообще ничего. Как само здание, здание неплохое. Понятно, устаревшее уже может быть там дизайн фасада, устаревший тот же пусть мрамор. Но материалы, которые здесь были, это все равно неплохие материалы. Кстати, в прошлом профессиональный строитель Юлия Ивченко считает необоснованными опасения некоторых горожан, что под «Ямалом» неустойчивая почва и что капитальный ремонт здания – это впустую потраченные деньги. Сносить нас не надо. Твердо стоит, никуда мы здесь не уплывем. КСК «Ямал» мы сделали обследование в свое время, выполнили усиление конструкции здания, то есть оно в рабочем состоянии. И в этом году у нас уже общестроительная, так сказать, отделочная работа будем проводить. Вместе с фасадом и входными группами. Сейчас фасад находится на рассмотрении в архитектуре у нас в городе. И последнее. Проект внутренней отделки холла, сцены зрительного зала, расположенных в культурной части комплекса, уже есть. А вот вся документация для капремонта спортивной части «Ямала» только будет готовиться. Если получится с этой работой справиться в этом году, говорят в ДМЗ, то на следующий год можно будет планировать работы. И начинать придется с бассейна. Срок годности пленки, которой покрыта его чаша, превышен в два раза. И лишь благодаря хорошему обслуживанию и профилактике спортобъект пока еще держится на плаву. Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города. Надо сказать, в администрации города подготовлены инвестиционные предложения, в которых определены первоочередные объекты, требующие строительства или реконструкции в ближайшие годы. Это, к примеру, профилакторий «Озерный». Здесь необходима адаптация здания для инвалидов. Далее водозабор в микрорайоне Вангапуровский, где вода до сих пор не соответствует всем гигиеническим требованиям. Бывший молокозавод его планируется переобустроить под комбинат общественного питания, где повара будут централизованно готовить обеды для всех школ города. Кроме того, в инвестиционном предложении значится строительство двух детских садов, школы и нескольких объектов здравоохранения. Финансовой поддержкой для осуществления этих планов Ноябрьска рассчитывает заручиться в Салихарде. Между тем, строители, которые работают на городских улицах, ждут, пока установится солнечная погода для того, чтобы приступить к работе. Так, возле спортивно-оздоровительного комплекса фермоподрядчик, которая в прошлом году осенью под снегом укладывала здесь тротуарную плитку, в этом году вынуждена переделывать свою работу. Только теперь мастера действуют осторожнее, ждут сухой погоды. А прохожие обходят сквер стороной, так как пока здесь пешеходам нет места. Добавлю, что сумма контракта на эту работу составила в 2012 году почти полтора миллиона рублей. Переделывать, естественно, придется бесплатно. С наступлением весеннего периода, это именно 15 мая, сотрудники нашего отдела вместе с подрядчиком, который проводил там работу, укладывал плитку, выехали, составили акт. И, значит, подрядчик этот произведет полную стопроцентную замену. Экологическая ситуация под контролем. В «Газпромнефте» на «Эбрскнефтегазе» уделяется большое внимание экологии на производстве. В частности, в районе месторождений проводится постоянный мониторинг, а также специалисты следят за состоянием рек, рядом с которыми находятся трубопроводы. Ксения Епишева с пограничного месторождения. К месту, где необходимо снять пробы, мы ехали около часа. Это месторождение пограничное. Здесь под мостом течет речушка Ай-Ай-Кайган. Пробы снимают при помощи вот такого приспособления. Называется оно «пробоотборник». На него накручивается обычная стеклянная бутылка. Поплотнее. Теперь вся эта конструкция аккуратно опускается в воду. Несколько секунд и проба взята. Для анализа необходимо взять сразу несколько проб. Дальше отобранный материал отправляется в лабораторию. Тут происходит окрашивание вот такого цвета. Далее я это нейтрализую. Раствором азотной кислоты проба приобрела вот такой цвет. И дальше я провожу анализ. Все, я дитрую. Вот все, цвет поменялся. Реагенты окрашивают воду в разные цвета. Сначала она становится голубой, потом желтой, ну и на финальном этапе исследования насыщена сиреневой. А это, говорят эксперты, свидетельствуют о том, что содержание хлорид ионов или попросту солей в ней не превышает допустимую норму. Очень маленькое содержание, я делаю расчет. Пошло очень мало на тетрование. И очень маленькое содержание хлорид ионов. Это говорит, что у нас речки чистые. Вообще в «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегазе» уделяют огромное внимание экологии на производстве. Пробы воды отбираются каждый месяц по нескольку раз. Кроме того, эксперты следят за чистотой воздуха на месторождениях. Мы проверяем не только воду, ведется мониторинг в соответствии с законом об охране окружающей среды и в соответствии с постановлением правительства о мониторинге окружающей среды. Проводятся отборы проб на поверхностных вод, подземных вод, атмосферного воздуха, почв, снежного покрова. По оценке экспертов, допустимое содержание химических элементов, к примеру, в воде на месторождениях «Ноябрьскнефтегаза» нормы не превышает. А еще в этом году компания планирует утилизировать свыше 90% попутного газа, что тоже благоприятно скажется на экологической обстановке. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. Пограничное месторождение. Постоянное обновление знаний и знакомство с новыми разработками и технологиями – залог успеха специалистов любой области. Прекрасно понимают это и в «Газпромнефте» и «Ноябрьскнефтегазе». Руководство предприятия поощряет интерес сотрудников к исследовательской деятельности и их стремлению к изучению опыта зарубежных коллег. Так, 6 июня в «Газпромнефте» «Ноябрьскнефтегазе» прошла лекция президента независимой добывающей компании Марка Пирсона. Мероприятие проводилось под эгидой западносибирской секции общества инженеров-нефтяников в рамках программы «Выдающиеся лекторы». До визита в «Газпромнефтеноябрьскнефтегаз» он провел 53 лекции по всему миру. Завершающими стали встречи со специалистами «Ноябрьска» и «Хантамансийска». Лекция Марка Пирсона освещала опыт его 30-летней работы с технологиями гидроразрыва пластав в горизонтальных скважинах и была интересна прежде всего инженерам-геологам и геофизикам. По словам доктора Пирсона, горизонтальные скважины и ГРП – это две технологии, которые оказали значительное влияние на нефтяную промышленность. Сочетание этих двух технологий позволило увеличить объемы добычи в сотни процентов. Присутствующие на лекции инженеры «Газпромнефтеноябрьскнефтегаза» не упустили шанс задать Марку Пирсону интересующие вопросы. И судя по тому, что вопросов было довольно много, тема лекции оказалась более чем полезной для местных нефтяников. Родителям и опекунам двух и более детей дадут налоговые послабления. Уже в следующем году те, у кого двое или более детей, будут платить меньше налогов. Госдума рассмотрит в июне во втором чтении законопроект «Поправки в налоговый кодекс». И если они будут приняты, на второго ребенка могут дать налоговый вычет с ежемесячного заработка не в 1400 рублей, а в 2000. А на третьего и последующих даже 4000 рублей. Самая большая сумма, с которой не будут брать налоги, будет у тех, кто воспитывает детей-инвалидов. 12 тысяч рублей на каждого ребенка-инвалида. По сравнению с сегодняшней суммой вычета, увеличение на 9 тысяч рублей. То есть дополнительно родители таких детей получат 1560 рублей. Главная солдатская мама Ямала Людмила Буряк собирается в очередную поездку. На этот раз она посетит войсковые части Южного военного округа. Людмила Буряк планирует навестить ямальских солдат-срочников в городе Гюмри, это Армения, во Владикавказе и поведает ребят в Южной Осетии. По традиции, Людмила Буряк привезет ямальским солдатам посылки из дома, а также видеоприветы от родственников. В администрации накануне выбирали подшефную воинскую часть. Совещание провела глава администрации города Жанна Белотская. Рассмотрев материалы по представленным военным частям, участники совещания единогласно приняли решение и остановили свой выбор на отдельной гвардейской краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургской казачьей танковой бригады, расположенной в Чебаркуле. Заместитель главы администрации Михаил Жижикин, который в составе рабочей группы побывал там, отметил, что командный состав данной военной части имеет довольно высокий уровень подготовки. Кроме того, часть оснащена учебным классом боевой техники, что поможет солдатам в подготовке к реальным боевым учениям. Так что уже в ближайшее время администрация Ноябрьска будет вести работу с чебаркульскими командирами по вопросу заключения соглашения о взаимодействии. Завтра Ноябрьск отпразднует День России. Праздник развернется сразу на нескольких площадках. Начнется он в час дня с концерта на сцене у здания администрации. А в 14 часов действо переместится в детский парк, где для юных горожан подготовили конкурс на игровую программу. На улице Ленина, как обычно, организуют выездную торговлю, а сама дорога будет закрыта для транспорта с 9 утра до 6 вечера. Напомню, в День России также действует запрет на реализацию алкоголя. Продавать его могут только заведения общепита. В преддверии проведения праздника Дня России хотели бы напомнить организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво, что в дни проведения общегородских праздников у нас запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в том числе и пива, в организациях торговли. Исключение у нас только для предприятий, которые оказывают услуги общественного питания. С Днем России! Ноябрьск поздравил депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкий. Уважаемые земляки! Поздравляю вас с государственным праздником! Днем России! Этот день – особая дата в новейшей истории нашей страны. 12 июня – день новой демократической России, праздник единства нашего общества. День признания государственной независимости нашей Родины стал для всех россиян поистине общенародным праздником. Он символизирует мощь и величие России, национальное единение и общую ответственность за настоящее и будущее нашей страны. Примите искренние поздравления с этим важным для каждого гражданина страны праздником. Желаю вам мира и согласия, здоровья, счастья и добра! Таковы новости вторника. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А у меня на сегодня все. Я желаю вам отличного праздника и увидимся в четверг! Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» ảнефть» АЗС «Газпромнефть» Продолжение следует...